Человек Частенько рядом с тем или иным царем, с тем или иным королем появлялись медиумы, алхимики, чародеи и прести-диржетаторы и имели успех во дворе. В веру во всевозможные телепатию, в экстрасенсорные поля, в ясновидение, в астрологию и так далее. То есть наше население сейчас на уровне Средневековья. Когда отдельно люди с бредом сверхценной идеей, не понимая, как строится наука, каждый свою систему знаний, мирозданий изобретает, то они друг другу противоречат. И это не так опасно. Но когда они организуются и находят поддержку у власти, это уже организованная социальная преступность, которая представляет собой очень серьезную опасность для нашего общества, и особенно для России. Маленькие дети обычно верят в чудеса, а вот взрослые обычно нет. Они, может, и поверили, да мешает опыт прожитых лет. Хотя в последнее время вера в разного рода волшебство, похоже, снова входит в моду. Человек пытался объяснить какие-то явления природные, но не располагая еще данными науки, он тогда начинал выдумывать какие-то связи. Я, кстати, будучи во Вьетнаме, прожил в племени, это в провинции Далат, стоящей на ступенях, на ступени где-то каменного века. Они верят своему колдуну, и боятся его, и то, что он может вызвать дождь или вызвать болезни. Наука всегда служила людям по-разному. В одних пытливых умах рождались изобретения, такие, скажем, как колесоры, баллонная сеть, земледелие, которые облегчали жизнь всех трудящихся. А другие творили, выдумывали и пробовали исключительно для избранных. Древние храмы Халдея и Вавилона были оснащены по тем временам сложнейшей иллюзионной аппаратурой, техникой, механизмами. На глазах у удивленных молящихся оживали изваяние, из пустых глазниц лились слезы, статуи двигались, невидимой рукой открывались двери храмов. На алтарях само по себе трепетало вдруг пламя неугасимого огня, а порой боги обращались к верующим, и этот глаз Божий приводил в смятение тысячи болящихся. Впрочем, как оказалось, можно улучшить свою жизнь и не обладая особенными способностями. Достаточно создать их видимость. Так появилась на свет бесчисленная армия шарлатанов и мистификаторов. Перед фараоном Хуфу Тутанхамона выступал волшебник. Отрезал напрочь голову петуху, показал ее, потом поднял этот лоток, петух взмахнул крыльями, как гордый орел, прокукарекал и удалился. Вы знаете про Петра Первого, да? Когда его реформами были недовольны церковники, начали плакать иконы. Он пришел в одну из церков, разломил эту икону и нашел, значит, там дырочки. И заложен, но не воск, а типа смолы, так. И под влиянием свеч он топился, и на иконе появлялись слезы. И он издал такой указ, если впредь иконы заплачут в церквях, то будут плакать зады попов, и иконы перестали плакать. Итак, во все времена чудеса, ну а точнее разного рода иллюзии, неплохо работали на служителей всех культов. Впрочем, независимых факиров и чародеев тоже хватало. Главное в профессии вора, как и в профессии святого, конечно, это вовремя смыться. Я, например, присутствовал еще при Ельцине на одном семинаре руководителя государственных научных центров, Михаил Малей, который говорил, что Россия, в отличие от Запада, распрощена, она на пороге великого прорыва, и уже сейчас ученые умеют выводить внутри медного шара цыпленка с четырьмя ногами, и чирчими волосами. Оказывается, это секретная программа, которая должна была получить поддержку на высшем президентском уровне от Ельцина. А Ельцин, как известно, не садился в самолет, пока Григорий Гробовой, как называющий себя экстрасенсом, мысленно не проверит узлы президентского самолета. Речь идет об интеллектуальном уровне российской власти. Лженаука нередко приносила реальную научную пользу. Так из алхимии, поисков философского камня, а проще золота, родилась химия. Астрология дала толчок астрономии, теории теплорода, термодинамики, ну и так далее. Нормальный процесс познания мира. Одни теории оказываются несостоятельными и уступают место другим. Однако лженаука оказалась поразительно живучей. Скажем, еще в IV веке блаженный Августин вполне научно осмеял астрологию, а она благополучно существует и сегодня. Как, впрочем, и алхимия. Недавно в Академию наук из солидной организации пришел на заключение очередной проект превращения неблагородных металлов, конечно же, в так необходимое стране золото. Золото! Я так и думал! Не говоря уже о появившихся невесть откуда медиумах и целителях всех сортов. По нашим данным, каждый второй диагноз, они говорят, порча или сглаз. Если человек поверил, значит, требуется ему снять порчу. Противоядие. Да. Вот тут начинаются различные, как говорится, иллюзии, фокусы. Понятно, что шарлатаны существовали всегда. Математика Андрей Пуанкаре объяснил это так. Люди знают, какой жестокой может быть правда, так может, вымысел окажется более обнадеживающим. Но это было сказано во Франции более ста лет назад. А что же случилось сегодня с нашей некогда самочитающей страной? Когда происходит, скажем, слом мировоззренческой установки, то активизируется в любом обществе, во всей исторической эпохе, при таком переходе на новую мировоззренческую установку, примитивность, в той числе и примитивность структуры первобытного сознания. То есть лженаука как раз тяготеет вот к таким первобытным формам сознания, амулеты, заговоры. Я что сделал? Взял простую банку, из гипса на ней вылепил нечто подобное голове, так, и рассказал такую легенду, что я был на Тибете, и там есть профессор зомби. И вот он обладает такой сильным воздействием биополя, ну, что с ним опасно находиться. Я анкетировал 100 человек, так, из них 5 заснуло гипнотическим сном, видели какие-то картинки Тибета и так далее, так. А остальные какие-то переживали тяжесть в голове, световые вспышки и так далее, вот что. А были люди, которые ничего не испытали? Были. Критически настроенные были. Сколько их процентов? Их было процентов около 50. Ну, будем говорить, половина наших, во всяком случае, граждан в той или иной степени внушаемых. Да, в той или другой степени внушаемых нам, но если подвергнуть техническим средствам, вот, допустим, я вызываю в стадии гипноза, используя технические средства, в частности, они в сектах тоже используются. Вот сейчас я могу внушать, допустим, что вот мы живем в условиях экономического чуда и так далее. А я вам буду верить. А вы не верите. А если я вас введу в состояние гипноза, это физиологический процесс, четко регистрируемый, так? Когда у вас отключается сознание, то в подсознание я вам введу любую информацию. На общество можно влиять, манипулировать его поведением. Ну, например, Вольфа Мессингом там, и у Гитлера был британский экстрасенс, который влиял на Гитлера. Впрочем, вводить нам сознание, похоже, уже ничего и не надо. Оно и так забито инопланетянами, летающими тарелками, или, скажем, торсионными полями, которые должны обеспечить сверхнадежную связь с зарубежными агентами, привести войска противника в состояние идиотизма, а заодно очистить от мусора все без исключения водоемы. На самом деле это чистая лженаука, потому что термини законы используются, и торсионными полями называли то, что никакого отношения к торсионным полям не имеет. А почему это подпитывалось деньгами, это уже вопрос другой. В общем, как сказал другой француз, философ Анри Гальбах, невежество правителей не позволяет им обходиться без помощи предрассудков, поддерживаемых силой. Ну, достаточно одного яркого примера. Например, Трофим Денисович Лысенко с ветвистой пшеницей. Еще до революции крестьяне знали, что это мутанты, которые надо выбрасывать, никакого следствия они не дают. Его поддержал Иосиф Винсаревич Сталин, потому что в политике люди другими аргументами пользуются. И он умел убедить. А если бы Иосиф Винсаревич пришел, человек бы сказал, «Иосиф Винсаревич, мы можем создать генетическое оружие, которое будет уничтожать антикоммунистов, и быть вредным для коммунистов, он бы не уничтожал генетику». В науке есть твердо установленные закономерности. Ну, например, вечные двигатели левитации невозможны, а закон сохранения энергии не может отменить даже самый большой начальник. Но, похоже, на бескрайних просторах нашей Родины действуют совсем другие законы. И возвал святой, да свершится воля пославшего меня. Встречаются два приятеля. И один другому говорит, «Скажи, пожалуйста, Вася, в виноводочной палатке, ты когда-нибудь верил экстрасенсам, ясновидящим, целительницам или парапсихологам? Верил когда-нибудь, скажи мне честно». Он говорит, «Верил, да, до тех пор, пока к одной ясновидящей не пошел». Он говорит, «Ну и что? Ну что, что, прихожу я к этой ясновидящей и стучусь. А она мне, кто там?» А вот можно меня, так сказать, человек, который совсем не иллюзионист, научить вот такому какому-нибудь иллюзионному трюку, чтобы я, так сказать, ну достаточно профессионально обманывал людей. Берем монетки. Четыре. Накрываем. Вот, пожалуйста, никакой, никакой телевизионной техники не нужно. Накрываем. Сым-салабим, ахалай-махалай, ляська-масяська, и тихо. В чем секрет этого простейшего фокуса? Вот такой кружочек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok